Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Похоже, что проект на последнем голосовании покинула Карина Пронина. Она опубликовала фото из-за периметра в компании с Дашей Лымарь. На острове Любви образовалась новая пара Марго Овсянникова и Антон Шоки. Девушки пишут о том, что она сделала неправильный выбор. С Антоном лучше не иметь дел, он приживал к приспособленице Альфонс. Оля Рапунцель пишет о том, что ей с Димой Дмитренко приходится самим раскошеливаться на подготовку к родам. Ей обидно читать, когда пишут, что у них все на халяву. Мы все сами, говорит Рапунцель. Мы много чего сами купили, бартера нет. Люди думают, мы миллионы зарабатываем, нет, это вранье. Ольга ответила на вопрос подписчиков, будут ли они снимать роды. Да, мы хотим, написала она, но все в меру. Так что в конце марта ждем кино. Ну и по поводу Олиного живота, никак не утихают слухи и сплетни. После свежего фото, которое опубликовала Ольга, по сети поползли слухи о том, что она уже родила, но скрывает радостное событие от поклонников по неизвестным причинам. Вот это самое фото. Многие до сих пор так и думают, что Рапунцель не беременна и носит накладку. И в этот раз просто забыла ее надеть. Ольга помирилась с сестрой Аленой Савкиной. И Алена продолжает строить отношения с Ильей Ебаровым. Савкина заявляет, что это ее выбор и работа. Сергей Кучеров дал еще один шанс Юлии Ефременковой, и они снова вместе. Юлия буквально вымолила этот шанс. Все только начинается, пишет Юлия. Ю плюс С равно любовь. Майя Донцова рассказала, сколько она сейчас весит. При росте метр семьдесят она весит сорок семь, сорок восемь килограммов. Майя рассказала, что ее зазывает к себе Ольга Васильевна Гообозова, чтобы накормить. Меня часто в последнее время хотят покормить, но мне комфортно в таком весе. День восьмое марта. Майя вместе с Купиным и с их мамами отметили вместе. В комментариях многие пишут о том, что ребята просто светятся, что самая прочная и настоящая пара проекта именно они. А ссориться и ругаться им приходится только из-за сценария. Давид Анташвили строит отношения с Богданой Николенко. У них уже была первая ночь, у них все полноценно и замечательно, как пишет Давид. Саша Гобозов пострадал на Сейшелах. В последний день пребывания на острове он сильно обгорел. Он получил ожоги второй степени тяжести. В Москве ему даже вызвали скорую, которая отвезла его в больницу. Там ему срезали верхний слой кожи. На поляне пострадавшего поселили отдельно, в вип-дом, потому что в общей спальне он бы не смог жить. На поляне Гобозова поддержала только Ольга Жарикова. Она сразила его этим наповал. Она буквально выходила его, перевязывала, промывала раны, стирала и гладила. Похоже, что и Валера Блеменгранс тоже страдает от шары. Посмотрите на его нос. Он пишет о том, что очень хочет в Москву к своей любимой Тате. Но ребята на острове считают ее харизматичным, душой компании и не хотят отпускать. Аляна Устиненко приезжала на съемки ток-шоу «Разбор». Она опубликовала совместные фото. Она высказала в эфире свое мнение о нахождении мужа на телепроекте. Андрей Денисов признался в своем микроблоге в любви к Саше Шева. «Ты моя подруга, ты моя девушка, ты мой свет. Целую твои руки и ничего дороже нет». Подписчики Риты Марсо очень много критикуют девушку. На этот раз многим не понравился ее маникюр. «Колхоз, полная безвкусица», – написали ей. Также многим не понравилась и плитка в ее новой квартире. Многим не понравилась, как выглядит Ольга Бузова на одном из последних фото, а именно ее шея. Бывшая невеста Гобозова Ольга Сокол едва не ослепла в ходе операции на глаза. Ольга после ухода с проекта вела непубличный образ жизни, но в последнее время как-то активизировалась. Сейчас она стала часто делать селфи, рассказывает о себе все. «Мне сделали операцию на глаз», – пишет она, а через два дня он полностью ослеп. Это была воспалительная реакция. «Меня срочно отправили на еще одну операцию, там поставили силикон на глаз, и до конца неизвестно, восстановится ли зрение. Но сейчас я хотя бы могу различать силуэты. Пожелаем ей восстановления». Лиза Полыгалова рассекретила своего нового бойфренда. Молодого человека зовут Масисов Сипян, и он пишет о себе «Я миллионер, филантроп, плейбой». Судя по его снимкам в Инстаграм, он ведет праздный образ жизни. В основном путешествует. Также он уже третий год мечтает вести свой собственный блог, так что общение с Лизой очень даже кстати. Она поделится с ним своей популярностью. Кристина Ослина пишет о том, что она счастливая и довольная. Она пошла обучаться на курсы по визажу. И обучаться она будет у визажиста, который создает образы Ольги Бузовой. Пришло время развивать себя, пишет Кристина. Энергия бьет через край. Настя Алисова вместе с мужем продолжает вести свой видеоблог. По просьбе подписчиков она сняла видео о том, как проходит ее обычный день. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова